Всем привет! Меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал Plants and Me. Это канал о комнатных растениях. Ну что, друзья, май практически закончился. Это говорит о том, что сейчас самое время для видео из моей регулярной рубрики. Это обзор новинок. Новинок май. Сегодня я вам покажу, что же такого интересного я приобрела в этом месяце. Сразу скажу, что все новинки, все, каждое растение, которое я вам сегодня покажу, относятся к числу тех растений, о которых я давно хотела, мечтала. То есть это не какие-то случайные, не знаю, спонтанные эмоциональные покупки, а растения, которые давно меня, ну что-то давно, что-то не очень давно, но меня действительно привлекают и интересуют. Если вы следите за моим телеграм-каналом, кстати, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео, в телеграм-канале что-то я опубликую, может быть, раньше показываю какие-то новинки, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, заглядывайте, мне будет очень приятно. Так вот, если вы подписаны на мой телеграм-канал, то наверняка уже хорошо знаете и слышали от меня, что в течение вот этой последней недели я была в Москве. Так что несколько новинок, которые сегодня покажу, даже, наверное, чуть не половина сегодняшнего обзора, это растения, которые я привезла с собой из Москвы. С нетерпением жду ваших лайков, комментариев, потому что это очень приятно всегда для меня, очень меня мотивирует, вдохновляет, но помимо этого, конечно же, еще и помогает развитию моего канала. Ну, начнем с алаказии. Это алаказия Махарани. Я очень давно на нее поглядываю, и давно она мне нравится, привлекает меня вот такой фактурностью листа, у нее такая интересная какая-то поверхность. Она не бархатистая, она не такая, ну, условно, пластмассовая, как у мела, но тоже такая очень какая-то приятная, интересная, такая чуть шершавенькая, и мне нравится вот этот оттенок, как будто бы чуть такой припыленный, не знаю, серый. Конечно же, у Махарани очень здоровская вот эта вот оборотная сторона листа. Давно хотела. Ее я тоже показывала в своем полноценном большом обзоре всей моей коллекции. Если вдруг не видели, то можете посмотреть. Там я показываю все-все-все вообще мои растения, которые есть у меня дома. Вот. Так что, да, я там ее показывала, так как появилась она у меня где-то, наверное, в начале мая. Я ее пересадила. И, кстати, вот могу вам показать, что нормально все тут по корням. Корни растут, все хорошо. И пока я ездила в Москву, да, очень переживала. Ну, не очень, но немножко беспокоилась, как там растения без меня, потому что давно не уезжала, и у меня оставляла их несколько месяцев уже. Вот. Немного беспокоилась, но приехала и обнаружила, что вот, например, Махарани тут готовит первый домашний лист. Очень рада. В закупках сначала я смотрела на нее, но там были какие-то, ну, не знаю, слишком высокие для меня цены. Я была не готова покупать ее за такую цену. Тем более, это было, по-моему, тогда голландское растение. И голландские аллоказии не всегда легко адаптируются. То есть, бывает, что они и листья сбрасывают, корни, или все вместе. Вот. А эту я купила в итоге на Авито просто у случайного продавца. Мне показалась более-менее адекватная цена на это растение. Ну, и, в принципе, его состояние. Вот. Так что такая вот прекрасная аллоказия Махарани. Еще одна аллоказия. Ее я в обзоре показывала, да. А так больше никаких в соцсетях я вроде ее не демонстрировала. Это аллоказия Вацаниана. Ну, вы можете видеть, что она просто совершеннейшая крошка. Очень-очень пока что маленькое растение. Но вот готовит новый листик. Этим она меня радует. То есть, я вижу, что есть какое-то движение, что в целом нормально она себя чувствует. У Вацанианы очень красивые, конечно, взрослые листья. Они какие-то такие, не знаю, с вот этой ярко выраженной тоже такой прожилкой. Она как будто немножко серебристая. И, конечно, мне хочется увидеть крупные и большие. Но пока вот они такие маленькие. Но в целом я люблю выращивать растения из таких вот небольших, ну, не то, что черенков, а просто из таких каких-то, не знаю, сеянцев, пророщенных клубней. Потому что мне кажется, они как-то так, ну, лучше как будто бы адаптируются к моим условиям. С одной стороны. С другой стороны, я в процессе научаюсь за ними ухаживать, пока вот они растут. Но с другой стороны, я, конечно, понимаю, что за маленькими вот этими растениями нужен глаз на глаз, потому что они более-таки чувствительны к заливу, к пересушке, вообще каким-то кардинальным, не знаю, изменениям, каким-то огрехом с моей стороны в уходе. Так что это всегда немножко риск, но с другой стороны и очень-очень интересно. Такая вот чудесная, пока что крошечная вот саниана. Но листик, кстати, она вот готовит, уже понятно, что он будет крупнее вот этого первого. Так что буду держать вас в курсе, буду показывать. Ну что, новинка, которую я привезла из Москвы, это Сциндапсус Сильвер Принцесс. Очень красивый. У него, конечно, такой какой-то изысканный блеск. Очень красиво переливается вот эта вот листовая пластина. Выглядит этот Сциндапсус немного уставшим, потому что несколько дней растение провело со мной в Москве. Я его даже не распаковывала. Кстати, приобрела я вот Сильвер Принцесс у замечательной Марии. Это автор канала Плэнтотерапии. И кто подписан на меня в Телеграме, уже с Марией точно знаком. Вот. Короче говоря, такой очаровательный вообще лист. Такая интересная у него поверхность. Отличается от, не знаю, от тех, которые у меня есть. Поэтому я его, собственно, и приобрела. Очень классный, конечно, блеск. Такой даже не блеск, а я бы сказала мерцание листовой пластины. Следующее растение, которое я вам покажу, я приобрела на Орхидеуме. Орхидеум это такая выставка, которая время от времени происходит в Москве. Выставка в растении. Конечно, по названию понятно, что большая часть представленных там растений это орхидеи. Ну, на них сделан акцент. Ну, можно найти и всякие разные другие, и ароидные, и прочие какие-то там, не знаю, группы растений. Да, я поснимала немножко сам вот этот Орхидеум. И еще там кое-какие. Мне удалось кое-какой материал подготовить в Москве. Теперь мне нужно только собраться и все это дело смонтировать, отсмотреть. Так что, если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube канал, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить эти ролики. Я, конечно, всегда немного переживаю, когда у меня такие выездные съемки. Потому что, если, например, я снимаю что-то дома, то в каких-то неудачах можно всегда переснять, перезаписать. А когда материал готовишь вне своей квартиры, то получается, что нужно работать с тем, что есть. Возможности исправить у меня, конечно же, нет. Но я очень надеюсь, что получатся симпатичные такие ролики. Поэтому следите за обновлениями. Буду постепенно вот эти московские свои видео публиковать на канале. Ну что, купила я на Орхидеуме еще одно растение. И это тоже стендапсус. Очень классный. Тоже мне он очень нравится. Даже названия, честно говоря, у него нет. Насколько я понимаю, он какой-то еще новый. И пока просто написано было, что это стендапсус мутации. Вот. У него очень такая приятная тоже на ощупь пластина. Она листовая. Она такая довольно как будто бы плотненькая и чуть какая-то велюровая. И мне нравятся вот эти вот темно-зеленые прожилки. И оттенок. Короче говоря, все прям меня в нем вообще пленило. Нравится, что он какой-то такой как будто бы серо-зеленый, голубоватый, не знаю, зеленый. Я еще ничего не успела пересадить. Может быть, у него и отличный грунт. Но я практически все растения, которые приобретаю, пересаживаю в свой субстрат. Потому что мне просто проще за ними таким образом ухаживать. Посмотреть еще раз. Очень классный. Не знаю, интересная такая у него расцветка. У меня тоже ничего прям точного, похожего нет. Он отличается от тех стендапсусов, которые есть в моей скромной коллекции. Следующее растение, оно, знаете, из таких моих давнишних вообще хотелок. Я действительно давно мечтаю, мечтала, вернее, об этом растении. Давно хотела приобрести, но все как-то немножко не решалось. Это такой вот чудесный просто антуриум. Антуриум люксуриенс. И это первое растение, которое я приобретала в закупках, в эквадорских закупках. Которое организует вообще прекрасная совершенно девушка по имени Хлоя. Мне вообще все очень понравилось. Очень приятная коммуникация с Хлоей. Очень как-то все здорово она организует. И мне кажется, что я просто давно уже наблюдаю за ее закупками. И она каждый раз вносит какие-то изменения, которые улучшают очень сильно весь процесс. Короче говоря, если вас интересуют эквадорские вот эти вот закупки, если вы тоже хотите себе какой-нибудь антуриум или может быть филадендрон из Эквадженеры, то обязательно заглядывайте на телеграм-канал Хлои. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Там будет вся информация. Ну и в принципе можно всегда связаться напрямую с Хлоей. Она отвечает очень быстро, мне кажется, на все вообще вопросы. И старается максимально комфортными и приятными сделать вот эти закупки. Вот такой вот антуриум Luxurions. Он идет как сеянец. То есть это самый маленький размер. Я это прекрасно понимала. И хотела, конечно, себе малыша, потому что мне кажется, ну мне его будет, наверное, проще как-то адаптировать. Ведь у меня нет витрины. То есть там мне нужно как-то в тепличке его будет первое время держать. Конечно, я беспокоюсь, как все будет проходить. Потому что планирую его в будущем выращивать при обычной комнатной моей влажности. Сейчас у меня, наверное, где-то она в районе 50%. Такую я примерно поддерживаю. Но бывает, конечно, и чуть ниже, бывает чуть выше. Вот. У него очень классная такая фактурная поверхность листа и интересный оттенок. Растения отличаются, конечно же. Даже вот у Luxurions они бывают чуть более темными, бывают чуть более светлыми. Этот прям какой-то такой платиновый, серый и серебристый, не знаю. Мне очень нравится. Тут есть, конечно, повреждения, какие-то несовершенства. Но нужно понимать, что закупки – это всегда риск, на который мы идем, когда хотим какое-то такое экзотическое, интересное растение. Но в целом я вообще довольна состоянием этого малыша. И мне кажется, что все тут в порядке. Вот я вижу точку роста. Там вот готовится, будет, надеюсь, скоро новый листик. Короче говоря, любуюсь, немножко переживаю. Но надеюсь, что с этим антуриумом мы поладим. Следующая новинка. Ее я уже показывала несколько раз. Но я все-таки люблю делать такое, знаете, подводить черту. Вот прошел месяц, чем же пополнилась моя коллекция в этом месяце. Поэтому я покажу еще раз. Это Хоя Матильда Сплэш. Очень мне тоже нравятся вот эти кругленькие листики. Вот, кстати, готовит она тут растить новые. Все нормально, растение развивается. Вроде никакого большого стресса у меня она не испытывает, эта Хоя. Говорят, что растет довольно быстро. Собственно, поэтому я купила один черенок. Понимаю, что скоро она уже нарастит, наверное, довольно много новых листиков. Поэтому, мне кажется, нет смысла покупать ее крупным растением. Может быть, я чуть попозже ее тут вот на черенку срежу вот этот вот в черенок. Для того, чтобы сделать чуть, может быть, более такое густое растение, пышненькое. Следующее растение, возможно, покажется несколько неожиданным, потому что у меня нет подобных. Не было еще. Короче говоря, это Эпифилум ангулигер. Вот такой вот, очень графичный. Я, наверное, положила на него глаз. Мне кажется, когда была в цветочном магазине в Париже, там их довольно много продается. И, ну, такие довольно крупные экземпляры. Этот, в принципе, еще такой небольшой. И мне прям очень понравилось. Ну, вот как, не знаю, растение в интерьере. Очень классно смотрится. Я хочу поставить его в плетеное кашпо, макраме. И растить вот таким образом на своем юго-западном окне. Мне кажется, ему будет нормально. Ну, летом точно. А осенью, зимой там уж будем решать, как его ставить под досвет какой-то. Или, может быть, так и будет у меня расти на окне. Не знаю. Ну, мне кажется, довольно должно быть неприхотливое растение. Главное, наверное, его не заливать. Еще одно необычное для меня растение. Наверное, я сама не скоро бы решилась на его приобретение. Но мне подарила его подписчица, прекрасная Инна, которая приезжала в Петербург. У нас тут была такая мини-встреча нашего телеграм-чатика. И она мне подарила, короче говоря, вот такую вот тилансию. И подставочка вот эта тоже сделана Инной. Инна когда-то прислала мне подставочку вот эту вот по почте. Тилансия, если вдруг вы не знаете, это атмосферное растение. Это значит, что их не нужно сажать в грунт. Их можно просто как-то в какой-то подвес поместить. Какой-нибудь коре очень красивый. Тоже можно на коре оформить. Можно вот, наверное, на подставке вот таким образом растить. Ее не нужно поливать. Нужно либо купать, либо опрыскивать периодически. Сама еще пока я тут совершеннейший профан. Только вот научаюсь ухаживать за этим растением. Ну, очень мне интересно. Очень интересно, что из этого получится. И, честно говоря, подумываю о том, чтобы со временем, может быть, еще одну-две тилансии приобрести. Ну, и, наконец, еще одна новинка, которую я показывала в своем телеграм-канале. Это Philodendron Florida Ghost. Или Mint еще его называют. Короче, там какие-то дополнительные слова в названии. Очень давно хотела я себе этот Philodendron. Дело в том, что при достаточном освещении листья появляются совершенно такими светлыми-светлыми. И со временем они приобретают такой вот какой-то мятный, не знаю, оттенок. Короче говоря, темнеет, зеленеет. Но он не совсем зеленый. И причем, я думаю, что если будет больше света, даже, наверное, вот эти вот взрослые листья, они тоже могут быть чуть более светлыми. И очень классные оранжевые вот эти вот черешки. На мой взгляд, сочетание замечательное. Я давно хотела, но мне все еще вот как-то не попадались такие экземпляры, которые казались либо очень дорогими, либо очень маленькими, либо слишком зелеными. А тут на Орхидеуме в Москве я его присмотрела на одном из стендов. И мне показалось, что вполне себе адекватная цена за такое, ну, уже довольно крупное растение. Тем более, что он еще и такое вот светлое, как я хотела. Вот очень много этих светлых листьев. Поэтому я решилась, приобрела, понимала, что, конечно, мне, скорее всего, не удастся довести его в идеальном состоянии. Ну, вот эти вот фрагменты, это, мне кажется, не моя вина, таким я его купила. А вот, например, вот здесь залом, это да, это в дороге у меня немножко, немножко листики чуть-чуть помялись. Но я считаю, что листья это все-таки дело наживное. Главное, что растение здорово, довольно оно такое крупное. И пока я там путешествовала по Москве, то есть оно у меня было где-то, наверное, неделю со мной там жило. Жил этот филодендрон. И, смотрите, раскрутил практически уже новый лист. Очень красиво. И чем взрослее растение становится, тем более резными, крупными становятся листья. Выглядит очень здорово. Я думаю, что я посажу его на опору, потому что мне все-таки хочется, чтобы этот филодендрон увеличивал листовую пластину. Короче говоря, я прям вообще абсолютно довольна и рада, что решилась на эту покупку, рискнула. Хотя понимала, что путешествовать с растениями не очень удобно, но в итоге не пожалела. Вот такие вот новинки. Друзья, буду постепенно готовить следующие свои видео про Москву, поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями. Буду с вами на этом прощаться. Всем хорошего дня и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok